всем привет я сегодня с необычным таким роликом даже не знаю выкладывать его на самом деле или нет но немножечко как бы наболела что вот такая тема наболела она вообще касается именно блогеров поэтому именно блогерам я думаю это будет интересно тем такая о воровстве о воровстве роликов с одной стороны есть возможность скачивать каким-то образом ролики блогеров с другой стороны некоторые скачивая ролики загружают на свои каналы от себя со мной уже такой случай произошел не первый даже не второй в общем в один прекрасный момент кто-то из моих подписчиков мне дает ссылку на канал одного блогера ну или другого блогера обычно это девушки ссылкой на мои личные ролики которые они загружают от себя я не знаю кому приятно видеть свое творение у кого-то другого но мне если честно было не очень приятно почему потому что вот если брать последний случай девушка загрузив от себя отвечала на комментарии когда к ней обращали что спасибо вам что вы помогли она говорила пожалуйста некоторые узнав что это ролик мой писали что ну это же не ваши это ланы светланы но это уже она игнорировала так получилось что я под у этой девушки три было моих ролика я под каждым написала что так как это воровство вы удалите но действительно но как называется то что человек сделал без спросу то есть но хорошо можно это скачать но хотя бы спросить то можно что вы не против что я к себе загружу на что мне девушка в личку уже написала комментарий такое сообщение и она сказала что если вам это не нравится я конечно удалю я недавно научилась копировать загружаю и следующие были слова я если честно даже скопировала я вам сейчас прочитаю дословно просто мне очень нравятся записи этой светланы очень приятная женщина я бы хотела иметь ее записи у себя а вы на нее совсем не похожи и я не думала что это вы к тому же работа по этим каталогом идет концу у вас она уже точно закончилась а так большие людей увидят этот ваш или не ваш ролик разве это плохо ну вот первое что меня конечно очень но рассмешила в какой-то мере ну конечно таланна светлана которая сидит и вещает на ю тубе она белые пушистые от нее нельзя ожидать что она может написать такое вообще позволить что это воровство удалите но с другой стороны а как вы хотите если вы приходите на работу видите что ваш коллега пользуется вашими вещами без спроса и кладет к себе в карман вам это понравится или вы ему все-таки скажете верни это моё или хотя бы разрешение спроси а он вам скажет я тебя такого не ожидал я был уверен что ты настолько добрая что тебе будет без разницы что я у тебя заберу ну конечно все шутки второе работа по каталогам уже идет к концу то есть по сути то они уже мне не нужны так как я трендсеттер а этой девочки они нужнее разве это плохо если моем ролике кто-то узнает ну во-первых я уже этой девочке правда написала сейчас решила озвучить для кого для тех кто хочет делать то же самое может быть скачивать копировать к себе во первых нужно спросить разрешение родную хочу я этого или нет разрешаю я или нет во вторых вы должны написать чей это ролик не надо от себя загружать люди вам говорят спасибо и вы воруете вот это вот спасибо в третьих вы должны дать ссылку на мой канал ну и на канал той девочки у кого вы стянули этот ролик или взяли с разрешением это очень важно потому что например если вы хотите работать то под каждым роликом есть вы знаете вот вот такой наверное там список поделиться в соцсетях делитесь то есть вы моим роликом можете делиться и никто вам ничего не скажет на ютубе выкладывать это не надо это мое если вы хотите чтобы у вас были ролики с каталогом и его например ну возьмите вы пожалуйста каталог и полистайте его ведь это же все просто с одной стороны мне например вот как вы тут сказали разве это плохо вот мне чтобы пролистать каталог нужно сначала естественно за ним сходить это 30 минут туда 30 обратно потом выпить обезболивающее потому что у меня больная спина и в очень удобном положении снимать в течение 40 минут это и напряжение это и эмоции то есть испытываешь какие-то трудности при этом но это конечно все ерунда на самом деле но правильно если хотите снимите свое зачем брать чужое еще говорит но я от тебя этого не ожидала оказывается ты вон какая на вид такая хорошая а на деле то оказывается волк в овечьей шкуре вот вот это я хотела сказать естественно что будут таскать и дальше будут копировать и дальше но если девочки вы это делает ну спрашивайте разрешение вот мне вчера пришло письмо сайт один предложил сотрудничество и одно из условий было что ну там было три условия что я там делаю ролик еще там что-то и обязательное было условие что они мой ролик скачают и вы выставят на своем собственном канале но при этом они говорят что мы будем ссылку давать на автора ролика и обязательная ссылка на ваш канал вот то есть они во первых спросили предупредили меня что это будет так что этот ролик мой путь скачен во вторых они обещают дать ссылку на мой канал и автора сказать вот это правильно а так я у тебя стянула ты такая добрая еще и возмущаешься это неправильно поэтому девчонки если у вас есть желание чужое что-то взять давайте будем вежливыми и спрашивать разрешение если есть возможность скачивать это не значит что можно брать если у меня на пороге лежит коврик в подъезде это же не знаете что его может взять любой но это же мой коврик но пусть он у меня и лежит это не дает права или я вывесила свое белье на улице это же не значит что моё чистое белье высохшие может взять теперь соседу сказать ночью тебе то играйте разница теперь у меня будет на кровати лежать ну то есть это равносильно может быть я конечно чего-то не понимаю и писать мне что я тебя такого не ожидала вы совершенно оказывается другая а вот светлана она замечательная но и потом как я посмотрела ни одного комментария в моих роликах нету от этой девочки как и от прошлых то есть они потихому подписаны потихому берут ролики потихому к себе загружают у меня комментариев нету что вот ой свет вы так здорово говорите мне так нравится позвольте мне тоже попользоваться ну в общем вот такой был крик души показала свое истинное лицо какая нехорошая людей ворами обзываю но на самом деле воровать это действительно плохо это некрасиво и но неприятно потому что попроси меня да я сама может не против ну надо это делать все-таки честно и правильно наверное я все-таки это загружу очень прошу тех кто будет смотреть но не ругать тех о ком я говорю потому что я думаю кому я обращаюсь они и так все поймут вот то есть цель ролика не осудить кого-то а может быть предотвратить следующие подобные случаи потому что они неприятны для блогеров ну вот наверное все всем приятного просмотра как тут я правда мыться собралась с лицом села думаю надо истинное лицо показывать уже в камеру что на стол камеру направлять ну ладно всем пока спасибо за внимание спасибо всем кто выслушал и скажет свое мнение но только адекватное мнение потому что ругать меня или ругать девочек не надо хочется чтобы все-таки на канале был мир всем пока